Два подарка в один день получили омские школьники гимназии 115 и 69. Новые многофункциональные спортивные площадки открылись на территории Амурского поселка и Центрального административного округа. Это стало возможным благодаря социальному проекту «Газпром детям», который реализуется на территории России с 2007 года. На торжественные мероприятия по случаю открытия собрались учащиеся соседних школ и почетные гости. По какому принципу отбирались территории для строительства детских площадок, рассказал первый заместитель министра спорта Омской области Дмитрий Крикорьян. Естественно, мы учитываем пожелания и возможности выделяемых земель, чтобы этот участок был проработан в плане его дальнейшей эксплуатации, то есть посещаемости. Это, как правило, жилой массив, где есть дети. Футбол, волейбол, баскетбол, хоккей. И все на одной площадке. О таком подарке как школьники, так и преподаватели учебных заведений мечтали несколько лет. Имея вот такую спортивную площадку, конечно же, это и качество уроков будет совсем другое. Это и, наверное, нагрузка на вообще спортивный зал. Она снижается в несколько раз. И вообще, это не только для нашей школы. Вот на этом маленьком пятачке находятся три общеобразовательных учреждения, помимо гимназии 115, 69 и вот детская спортивная школа. Ни дождь, ни слякоть в этот день не помешали юным спортсменам опробовать новую площадку. Команды омских школ провели товарищеский матч по футболу прямо на снегу. Открытие такой площадки – это очень важно для нашего города. Еще одна возможность, где можно поиграть, хорошо провести время. Благодаря программе «Газпром детям» на территории Омска и области планируется открыть 10 многофункциональных площадок. Трехсотлетию города жителям сделают еще один подарок. Построят два современных спортивных комплекса.